Добрый вечер, дорогие братья, сёстры. Ну, вы знаете, так не хочется говорить о том, что, как мы говорим, прошлое, да, но я хочу это сказать, почему, потому что, чтобы вы знали, что делает дьявол с теми детьми, которые, ну, которые не угодны ему, скажем так, да, тех народов, которые он хотел загнобить ещё изначально. И моё свидетельство – это такое то, что я сам сирота, круглый сирота, я не знаю своих родителей, их никогда не видел, я даже не знаю, как они выглядят, даже не слышал их, я просто появился на свет, и всё, то есть в детском доме в каком-то, я уже не помню, тем более я, знаете, пробовал собрать какие-то справки, но это бесполезно, и вот как апостол Роман сказал, что все документы всё поджигали ещё в 73-м году, и поэтому наши, наше поколение, я имею в виду, вот, сироты, они не знают своего прошлого, не знают своих родных и близких, вот. Начну с того, что мало того, что я не знаю своих родителей, меня маленького где-то, ну, во сколько уже в интернат привезли, привозят, как бы в школу, да, наверное, в 6 лет, наверное, привозят, да, но неважно, факт, что нас привезли в интернат, и почему-то мы не захотели там оставаться, была зима, холодно, а тогда Советский Союз, тогда даже и техник-то толком не было, вот. А мы собрались и ушли, просто ушли. Начиналась пурга, мы ушли, маленькие дети, мы ушли с этого интерната. Не знаю, куда, мы просто шли, и всё. Ушли, не знаю, куда, потом у девочек начали замерзать руки, ноги. Мы уже не знали вообще, что делать, и, видимо, действительно, Господь настолько велик, что мы просто вышли на какую-то дорогу, а тут машина появилась. И представляете, какой шок у водителя, когда он видит детейшек маленьких, которые одеты непонятно как, и полузамёрзшие, и он, а тогда же машины вообще не отапливались. Это маленькая кабинка, где он там сидит, и нас тут, ну, как воробьи. Он давай нас в кузов посадил, а чем укрывать, даже укрывать нечем. Он спрашивает у нас, вы откуда взялись, а мы вообще молчим. В общем, он чудным образом привёз нас опять в интернат. В этот интернат на нас там злобно так смотрели, но мы тогда не понимали, дети были ещё. Вот. И когда нас привезли, начался первый день наших, ну, так сказать, ночи, да, первая ночь. Вот. И вот тогда мы поняли, почему мы ушли оттуда. Даже маленькие дети, мы не... Мы поняли то, что надо было уходить. Но нас опять привезли туда. Привезли, и с этого времени нас начали избивать, маленьких детей. Просто избивали. Вот. Мало того, били в живот, потому что ты улетаешь, об стенку бьёшься, тебе приказывают, давай дыши, а то помрёшь. Ну, в общем, вот так вот. И мы ждали быстрее, когда же начнётся утро. Когда утро начиналось, первая учительница или воспитатель, мы бежали к ней с радостью, к ней прилипали там, и всё, мы боялись отходить от неё. И опять ждали вечера. Это я говорю к тому, что... Кто говорит, что такое советская власть, вот вам эта советская власть. Это я тот ребёнок, который родился именно при советской власти. Вот. Чтобы вы знали, как я прекрасно понимаю, что творится в Северной Корее, это то же самое, только просто, конечно, там по-другому всё. Там христиан унижают, уничтожают, заливают металлом там, в общем. Это я уже знаю почему, потому что, когда я учился в библейской школе, к нам приезжала тоже свидетельница Северной Кореи, и точно так же свидетельствовала, как там относятся к Христу. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что так продолжалось где-то до пятого класса. Потом, видимо, как-то всё изменилось, и меня отправили в другой интернат. Нас, как бы, отправили под предлогом то, что, как бы, ну, самые такие, более умные такие дети, их, как бы, в другой интернат отправили. Всё. И меня отправили. После этого у меня, как бы, это всё закончилось. Но факт то, что я всё время размышлял и думал, спрашивал, говорю, Господь, а почему, почему ты не загладишь это ничего? А потом он сам себе ответил, знаете почему? Потому что люди должны знать, что дьявол вытворяет с теми, кто ему не угоден. А если даже ты стал верующим, то бойся, если ты будешь идти против, то тогда крепись, становись воином, сильным. Потому что тебе придётся сражаться с ним один на один. Он не будет бояться соседей или кого-то, он будет с тобой сражаться. И я хочу, самое главное, это всё-таки воздать Богу славу за нашу церковь, которая появилась в моей жизни. И она дала мне самое светлое, самое славное. Это путь, вот этот светлый путь, когда я закончил библейскую школу, когда я служил на Сахалине, комсомольске на Амуре, в Хабаровске. То есть Бог показал мне Россию, Россию. И даже последняя конференция, это была в Красноярске, где я увидел истинное лицо России. Это вы народы, народы, которые, эх, которая сила, как брат Роман сказал, душа России. Это мы все, коренные жители. Слава и хвала Господу.